Звуки речи – неотъемлемые составляющие жизни человека. Нейробиологическая теория пока не всегда готова тезисно объяснить, на основе чего они появились в восприятии людей. Именно поэтому, как уникальное свойство человека, речь давно привлекает внимание учёных. Достоверно установлено, что этот критерий не хуже отпечатков пальцев может рассказать о своём хозяине. Именно поэтому аудиозаписи так активно используются в следственной практике. А расшифровывать такого рода информацию помогают профильные судебные эксперты. Таким образом, манера речеобразования и физические характеристики звуков для каждого человека индивидуальны. Само слово фоноскопия происходит от двух слов греческих – фона. Звук, скопия, смотрю, просматриваю, наблюдаю. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз проводятся фоноскопические экспертизы по установлению дословного содержания разговоров, которые содержатся в аудиозаписях, либо в видеозаписях. Также по идентификации, отождествлению участников разговора по голосу и речи и установлению наличия, либо отсутствия признаков монтажа, либо изменений, внесённых в процессе записи, либо после её окончания. За последние годы средства регистрации изображения и звука, благодаря их надёжности, миниатюрности и простоте фиксации аудиовизуальной информации, нашли широкое применение в оперативно-розыскной судебной и следственной деятельности. Вместе с развитием технического прогресса улучшается и база, которой владеют судебные эксперты сегодня. Они особенно точно могут расшифровывать отдельные куски речи, установить, например, кому принадлежит голос и в каком эмоциональном состоянии находился человек, когда был записан тот или иной звуковой фрагмент, как это было в одном из последних случаев. Когда было совершено преступление, и сами подозреваемые говорили, что их заставляли совершать данное преступление, что они не хотели. И один из вопросов был назначен – это каково эмоциональное состояние данных лиц. В ходе проведения фоноскопической экспертизы было установлено, что данное эмоциональное состояние характеризуется как спокойное, что в последующем сыграло существенную роль и являлось доказательной базой того, что данных лиц никто не заставлял к совершению преступления. Задача экспертов состоит не в том, чтобы быстро расшифровать фонограмму, а в том, чтобы установить дословно содержание разговора, зафиксированного на представленной записи, а значит предоставить информацию, имеющую действительно доказательственное значение по делу. Кроме того, в числе принципиальных опций – оцифровка, шумоочистка, установление характеристик, места записей и природы звукообразования. Подчас это очень многочасовые записи, которые нужно выслушать. Ведь что-то пропущенное, неуслышанное, нечетко услышанное может повлиять на какую-то неправильную квалификацию преступления, рассмотрение материала по существу. Брал деньги, не брал деньги, либо еще что-то установленное. То есть есть и зашумленные записи. И вот этот момент трудоемкий и ответственный, я бы так сказал, именно для эксперта, фоноскописта. Экспертиза звукозаписи как доказательства часто используется в судебной практике. Результат исследования речи на любом носителе делает экспертизу очень востребованной услугой. К ней обращаются не только правоохранительные органы, но и сами граждане по индивидуальному запросу на платной основе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...